Добрый день, дорогие друзья, гости и подписчики нашего канала. У нас представлен к обзору прицеп Бэлли Рейнджер 2009 года. Это прицеп на две стороны с полноценным четырехместным размещением. Есть возможность установки еще дополнительной полки спального места. Прицеп 2009 года, стоимость его 11 тысяч евро. Данный прицеп находится на площадке по адресу Псков Николая Васильева, 82А. Вот такой вот прицеп поступил к нам. Топимся мы Труму Ультрахат, работа от электричества, от газа. Проточный бойлер на 10 литров. Сцепная головка Алка с обжимным компенсатором. Две вилки 7 и 6 пиновые. При необходимости можно объединить в 13-пиновую вилку. И при условии наличия у вас на тягаче розетки 13 пинов вы будете использовать холодильник от 12 вольт пути. Можете заряжать аккумулятор, который нужно. И можно поставить сюда. Здесь у нас в багажнике место под два газовых баллона. Плюс встроенный газовый редуктор. Необходима замена газового шланга. В принципе все достаточно красиво здесь. Одно сплошное окно для, скажем так, любителей перевозить что-то крупногабаритное. Это возможность что-то сюда засунуть. Итак, закладная для тента палатки в данном прицепе с любой из сторон. Вон сзади у нас расположилось место подключения насоса помпы. Здесь используется Трума Ультрафло. Здесь же сзади кассета Тетфорд. Большая кассета с отдельным бачком смыва. Бокс для установки собственного аккумулятора. Место подключения 220 вольт. Вот такой вот технический люк для доступа под передний диван. Оригинальные литые диски Бейликовские стоят. Фасады у нас все с окошками, потому что здесь есть места. Но это мы зайдем внутрь и обязательно посмотрим. Закладная для тента палатки безусловно есть и со стороны входа. По левой стороне технических люков, кроме как обслуживающих решеток задней части холодильника, здесь у нас нет. Также литые диски. Прицеп очень светлый внутри. Давайте посмотрим на него, что у нас здесь есть. Итак, передняя часть салона. Это вот такой достаточно комфортный диван. Он симметричный в данном случае. Быстросъемная тумба. Тумба может использоваться как быстрый столик. Вот она откидная. Часть выезжает. Она, как правило, на шпингалетах. Здесь я так понимаю, что она просто поплотнее. Просто поплотнее. Но лучше сначала посмотреть, потом и сломать. Вот такой вот быстрый стол для перекуса, для того, чтобы поработать. Этого вполне достаточно. Фасады по всему периметру у нас прямые. Это пленка. Тоже достаточно качественная. Могу сказать, что никаких таких жестких задиров нигде не присутствует. Это очень важно. То есть, действительно приятная сохранность у данного прицепа. Под передними диванами в данном случае особенно ничего нет. Есть у нас вот такой вот бокс входящего электричества. Там автоматы на 220 вольт входящих. И 12-ти вольтовые потребители также через группу предохранителей. Они все подписаны. Ничего там такого сверхъестественного нет. Нужно просто посидеть и разобраться. Никаких космических технологий не используется. Топимся, как я уже сказал, отопителем Трума Ультрахат. Его работа у нас есть от электричества 220 вольт. Вот такой вот хотел еще вам показать откидной столик. Это зона телевизионная вообще в прицепе. Разводка выполнена по антенному кавилю и по 220 вольт. Предохранительное отопление от 220 вольт. Вот сам отопитель с механическим резоподжигом, с рукавом раздува обязательно. То есть, в принципе, это двухтопливный отопитель. И работает он от электричества и от газа. Роступ, как правило, находится вот здесь. Есть у нас отопитель. Против у нас расположилась кухня. Это по левой стороне по ходу движения. Она из себя включает четырехкомфорочную газовую поверхность из нержавеющей стали. Моечка из нержавеющей стали. Трума Ультрафлоу насосик. Комплект ключей. Есть вот такой вот газовый гриль. Есть газовая духовочка. Организация мест для хранения чистой и сухой посуды. Вот такие вот есть сушилочки. Но обязательно краны отдельных потребителей газа. То есть, можно все отдельно использовать, отдельно включать, выключать и так далее. Все подписано. Где, как, что в рабочем положении. Штатный стол на своем законном месте. Это холодильник с большой морозильной камерой. Работа от электричества 220 вольт, газа и, конечно же, от 12 вольт при условии наличия подключения 13-пиновой розеточки. Организация хранения мест для сухой посуды. Также есть вот такие боксики. Это для того, чтобы посуда не разбежалась по стеночкам. Есть комната сзади. Она у нас может быть прикрыта вот таким вот шкафом. Такая книжечка-дверь. То есть, если расположить там детей, то мне комфортно. Она не будет проходной, данная комната. Здесь у нас 2 метра по ширине. При необходимости есть второй ярус. Вот он к стеночке. То есть, он встанет у нас вот на таком уровне приблизительно. Вот это кронштейны. То есть, по сути, можно расположить внизу двух детей и одного еще сверху. Но, как правило, дети, которые приезжают с родителями для вывора прицепа, уже начинают сразу делить. Так что родителям надо провести сразу разъяснительные беседы. Где хорошее место, где место удобнее. То есть, ну, как правило, все парни, конечно же, лезут наверх. Но девочки им не хотят уступать. Санузел комбинированный в данном прицепе. Здесь у нас телескопический душ. Вот она, левочка, вынимающаяся. Не буду сейчас ее драть. Унитаз Тетворд полностью механический. Очень тоже хорошая сохранка. Здесь в великолепнейшем состоянии поддон. То есть, при необходимости можно повесить шторку. Здесь есть для этого карниз. И принимать душ, дабы не летела водичка на унитаз. Ну и в данном расположении прицепа, как правило, используется бойлер в хвосте самого салона. Здесь у нас трума. Трума на 10 литров. Вот этот желтенький флажок означает то, что она полностью сейчас слита. При использовании, безусловно, флажочка этот надо повернуть в любую из сторон. И бойлер будет заполняться при условии погружения вот этого вот насоса-помпы в емкость, которая будет стоять возле прицепа. И активации кнопочки. Вот такая вот кнопка насоса-помпа. Здесь у нас свет. Свет в палатке. Общее включение 12 вольт. Здесь находится индикатор степени заряда аккумулятора. При условии работы от аккумулятора при подключении 220 вольт. Данный вольтметр показывает работу понижающего блока, которым оснащены данные прицепы. То есть все прицепы, британские, практически все прицепы, они оснащены внутренним зарядным устройством, которое понижает входящее электричество до 12 вольт. Тем самым при наличии аккумулятора своего штатного заряжает аккумулятор и дает питание на потребители, которые используют не 220 прямых, а 12. 220 прямых используется, как правило, в холодильнике при условии отопления и наличие отключения отопления от электричества 220 вольт. И, конечно же, бойлера. То есть работать он может от электричества, а работать он может от газа. Все остальные потребители в данных прицепах, как правило, 12-вольтовые. Это освещение, это работа кратковременная насоса, помпы, стартер для холодильника, если холодильник у нас с электрической пьезой. В данном случае здесь механическая. То есть, по сути, даже если сел аккумулятор, и у вас нет возможности его в автономном плавании завести, данный прицеп можно использовать и плиту, и топиться, и холодильник. Продукты не испортятся, вы не замерзнете. Итак, давайте подытожим. Это Бэлли Рейнджер на две стороны. В прекраснейшем просто техническом состоянии. Очень хороший, качественный салон. Стоимость его 11 тысяч евро на сегодняшний день. Прицеп в наличии. Еще кое-что приехало. Теперь, наверное, не в Инстаграме, а в Телеграме и ВКонтакте. У Юрия Авточоиспусков вы достаточно легко найдете. Точные цены в связи со сложившимися ситуациями вы найдете на сайте авточоиспсков.ру и обзоры представленных когда-либо прицепов на нашей площадке, конечно же, на нашем канале на Ютубе. Благодарю вас за ваши просмотры, обратную связь. До новых обзоров и встреч у нас на площадке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!